На территории Крошинского сельсовета проживает порядка 200 семей с детьми. В 40 из них воспитывается трое и более ребят. И хотя о правилах пожарной безопасности малышам начинают рассказывать еще в саду, знания лучше усваиваются наглядно. Поэтому ко встрече со школьниками сотрудники МЧС подошли креативно. С собой зарядные устройства, чайник, электронагреватель и удлинитель. Проще говоря, все то, без чего нам сложно представить свою жизнь и что порой может сыграть злую шутку с каждым из нас. К слову, причиной более 40% пожаров, которые произошли в Брестской области за минувший год, стало неосторожное обращение с огнем. Виной еще порядка четверти эпизодов послужили нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Сегодня мы им показали и лабораторию безопасности, и как тушить горящее масло, и как тушить электроприборы. И что такое оказаться в незнакомой обстановке, как эвакуироваться в незнакомой обстановке в случае задымления. Это все достаточно сложно. Ребята и жители смогли это ощутить на себе. И, надеюсь, сегодняшнее мероприятие окажет им пользу в будущем. Знания еще никому не мешали. В том числе и благодаря подобного рода мероприятиям, общее количество пожаров в Брестской области в минувшем году сократилось на 7,5%. Снизилось и число погибших в огне на 22%. Всем известно, что рекомендуется закреплять результат с помощью игр, способствующих актуализации знаний. Поэтому сегодня по инициативе Барановического гороотдела по чрезвычайным ситуациям, совместно с учреждениями образования, расположенным на территории сельсовета, организовано это мероприятие. И я думаю, я уверена и надеюсь, что это мероприятие не пройдет бесследно для наших деток. Ребят, которые помладше, сотрудники экстренной службы учили правильно сообщать на спецлинию о чрезвычайных ситуациях, чтобы максимально быстро получить необходимую помощь. Подросткам же предоставили возможность побывать в роли настоящего спасателя и попробовать сбить пламя огнетушителем. Нам очень понравилось это мероприятие. Здесь было классно, круто, весело. Мы, конечно, знали все эти правила, но нам было интересно их всех повторить. Нам очень понравились такие мероприятия, очень нравятся такие уроки. Они нам помогут в жизни. Спасатели, рискуя собой, ежедневно борются за жизни других. Только в минувшем году по всей области ими было спасено порядка 40 человек, в том числе 5 детей. Однако следует не забывать, что наша безопасность в первую очередь в наших руках. И знание элементарных правил эксплуатации газового или электрооборудования, а также поведение при возникновении чрезвычайных ситуаций может сохранить жизнездоровье не только вам, но и окружающим.